привет друзья меня зовут Юлия Гентина вы находитесь на моем канале youtube канал посвящен интерьерному вязанию в этом видео я хочу вам поподробнее рассказать про мою книгу которая называется самый нескучный плед мозаичное вязание крючком вот она во первых я хочу сказать всем большое спасибо за то что вы так заинтересованы в этой книге это для меня большая радость потому что все что я делаю я хочу чтобы было прикладным очень полезно сегодня мы с вами полистаем эту книгу посмотрим что у нее внутри и поймем вообще кому она подойдет и что вы сможете сделать если она у вас будет всегда под рукой вот это вот всегда под рукой это главное что я хочу вам донести про эту книгу потому что я ее честно говоря делала в основном для себя потому что мне не хватает все время таких книг справочников которые бы были вот на полке прям вот за мной эта книга не для украшения вашей вязальной коллекции эта книга не для того чтобы ее купить поставить больше и не открывать никогда эта книга если вас увлечет мозаичное вязание будет вашей настольной действительно я это вижу судя по вашим фотографиям и откликам которые вы мне присылаете спасибо большое и так почему я делаю и для себя потому что мне не хватало в книге в которой будет все структурировано как я люблю как мне удобно оказалось что так удобно не только мне для кого подойдет эта книга эта книга прежде всего рассчитана на новичков в вязании крючком поэтому не бойтесь если вы вообще никогда не вязали крючком потому что именно в мозаичной технике вязания используется только два базовых столбика две базовых петли столбик без накида и столбик с накидом больше ничего то есть никаких рельефных каких-то сложных конструкций ничего и в этом конечно ее прелесть понимание схем мозаичных потребует от вас некоторых усилий потому что сами схемы отличаются от привычных нам например жаккардовых или привычных нам схем крючком это другой подход немножко по-другому устроена сама конструкция полотна это единственное с чем вы столкнетесь больше ни с чем сам процесс вязания само техническое вязание очень простое это первое что нужно понимать про мозаику а второе что она очень универсально потому что мы с вами рассмотрим сейчас в этой книге я вам показываю и прямое мозаичное полотно и круговое мозаичное полотно и мозаику из центра а это значит что я вам даю удочку практически спиннинг для того чтобы связали все что угодно прямая мозаика это пледы круговая мозаика это подушки и вообще-то любые круговые бесшовные изделия например чехлы для планшетов сумки все что вам захочется вы можете связать панно например на стены но это уже прямой мозаикой центровая мозаика позволит вам ну просто воплотить любую идею это и ковер это и подушка и все что угодно подставки под горячее в общем все то мозаика позволяет получить любую форму полотна даже прямоугольную на самом деле и когда вы определитесь с формой полотна то есть самой техникой дальше я вам даю около 80 орнаментов которые вы можете сочетать как вам захочется можете связать изделие из одного орнамента можете сочетать несколько можете перемежать их бордюрами все 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 есть в этой книге включая цветовые карты то есть я вам рассказываю про сочетание цветов как в простом варианте разобраться в многообразии цветовых разных сочетаний и как подобрать нужное как вы можете видеть на обложке мое любимое сочетание это горчица с серым но внутри вы найдете многое многое другое но и это не главное безусловно плюс этой книги в том что здесь очень много иллюстрации которые мы сейчас с вами увидим которые сделали мои ученики мои подписчики те кто вязали по моим курсам по нескучному пледу в течение двух лет вы увидите в книге их работы это и им благодарность от меня потому что они безусловно соавторы этой книги но это и помощь вам потому что я бы хотела чтобы вы посмотрев на эти работы поняли что мозаика крючком доступна к каждому абсолютно причем вы увидите большие пледы и я надеюсь что это избавит вас от вас от страха больших проектов потому что кажется иногда большой плед это значит очень много сил надо времени потратить вовсе нет мозаика так затягивает что этот плед может связать за две недели есть такие примеры у нас в чате в среднем я например могу связать за месяц спокойного вязания то есть когда вы отходите все-таки поработать поесть попить и погулять поэтому вы посмотрите на работы учеников вы увидите как кто поработал с цветом какие орнаменты кто сочетал не только на пледы но и на подушки на другие всякие предметы я надеюсь что эта книга вас настолько увлечет даст вам в руки столько инструментов что вы забросите все остальное и будете вязать только мозаику и так давайте посмотрим что же внутри этой книги давайте полистаем книгу и посмотрим как она устроена итак в начале у нас содержание здесь подробно вы сможете посмотреть как устроена книга какие есть главы быстро перейти к нужному узору все узоры имеют свое название поэтому если вам что-то понравится можете делать закладки или переходить сразу на страницу этого узора вот узоров много узора разделены по типу до центровое вязание прямое вязание лицевое круговое вот советую вам сразу обратить внимание на главу как работать с книгой здесь объяснено что вас ждет в каждой главе кроме того здесь же рассказано про qr-коды потому что эта книга интерактивная в каждой главе посвященной определенной техники вы увидите qr-код вы сможете перейти на видео по этому qr-коду и посмотреть некоторые технические моменты если они останутся вам непонятны что такое мозаичное вязание крючком я вам рассказала как раз сейчас предисловие из чего и чем вязать здесь мы с вами рассматриваем пряжу и крючки что делает с цветом видите я главы называю очень понятно потому что мне самой было бы удобно чтобы было очень все понятно вот вы видите уже на фотографиях очень много примеров в данном случае вот как поработали с цветом и про ручной градиент и про секционно окрашенную пряжу как устроены орнаменты для мозаичного вязания вот правила и принципы здесь мы подробно рассматриваем какие какой бывает мозаика вот прямой центровой круговой примеры сразу вы видите для вдохновения пледов вот пожалуйста например этот плед связан из разных орнаментов и они разделены вот такими вот бордюрами все эти бордюры тоже есть в книге вот в качестве примера чехол для ноутбука связан в технике круговой мозаики бесшовно что очень удобно то есть внизу сразу мы вяжем чтобы потом не надо было сшивать очень удобно конечно вязать в центровой мозаики подушки по принципу конверта то есть когда вяжется один большой квадрат и дальше складывается на обратной стороне конвертом еще один пример секционно окрашенные пряжи как работать со схемами здесь я объясняю как устроена сама схема слева иллюстрация уже готового орнамента выполненного и справа схема вот можно увидеть что схема отличается от привычных нам схем вязания крючком поэтому важно изучить как они устроены как с ними работать тренируемся читать схемы на примерах вот мы берем из прямой мозаики пример и дальше я пошагово вам рассказываю с фотографиями и описанием как вязать что конкретно делать здесь вот шпаргалки есть все очень крупно видно куда водится крючок на что нужно обратить внимание ведь много пошаговых фотографий но если какие-то моменты вам останутся непонятны то вы всегда можете навести камеру телефона на такой вот qr-код наводите камеру телефона считываете qr-код и вас перебрасывает на мое же видео где я это же все вам показываю очень понятно визуально но если после этого останутся вопросы вы всегда можете мне их задать любым удобным способом мы дойдем еще до последней главы где все контакты указываем так то же самое мы изучаем круговую мозаику также пошагово здесь опять же есть qr-код если будет что-то непонятно но все фотографии есть все 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 подробно можно изучить и то же самое с центровой мозаикой на конкретном примере разбираем как читать куда смотреть на что обращать внимание дальше мы переходим в раздел схемы для лицевого и кругового вязания и здесь уже вот вдохновляемся опять же готовыми работами а дальше начинаются у нас сами схемы схемы тоже разделены на разделы то есть вот например мы начинаем с бордюров бордюр вы можете использовать как самостоятельные орнаменты можете перемежать ими основное полотно можете пускать их по кругу для вашего удобства все бордюры названы вы смотрите как в полотне выглядит данный бордюр и дальше по схеме можно его связать вот это все бордюры дальше идет глава не сложные орнаменты не сложно это значит что в них нет сильных всяческих завихрений сложных элементов на них можно потренироваться они сами по себе очень самостоятельные можно связать целый плед из одного например из одного орнамента крестики нолики будет отлично смотреться то есть простые не значит что они некрасивые да они очень красивые очень лаконичные главное что простые в реализации здесь же я вам показываю эти же орнаменты которые только что дала в виде схем показываю виде готовых пледов как раз учеников видите вот автор работы анна офицерова написано вот такой вот плед анна связала или автор работы александра кладзей вот пожалуйста вы можете посмотреть как александр в данном случае какие орнаменты использовала какие цвета как это смотрится в готовом пледе дальше опять у нас схемы опять примеры да как схема ложатся не все схемы которые есть в этой книге представлены в пледах потому что вы потом сами это увидите на себе и почувствуете что вы начинаете уже придумывать какие-то свои орнаменты брать из открытых источников другие орнаменты поэтому то что мои ученики использовали в своих пледах возможно не все есть в этой книге но вы освоив саму технику уже сможете даже сами понять и сами прочитать любую схему мозаичную мои любимые вот веселые рыбы и хитрые рыбы простая геометрия вы его могли часто видеть в моих работах вот опять же до фотографии работ учеников все фотографии я комментирую объясняю какие орнаменты использовали если мне что-то хочется вам сказать про цвета я тоже это отмечаю для вашего удобства вот например посмотрите какая чудесная работа это автор юлия петухова схем много вот орнаменты посложнее тут уже больше элементов потребует от вас больше внимательности вот этот вот орнамент игра линий ромбы мы с вами вместе в чате вяжем ромбовый плед уже давно в прошлом году начали и уже по моему полгода как вяжем если вы еще не состоите в этом в этом чате то напишите мне в комментариях я вам дам ссылку на него вот как раз там используется вот такой орнамент здесь использована секционно окрашенная пряжа можно использовать однотонные цвета в общем получается очень красиво еще вот смотрите много примеров здесь и подушки в данном случае подушки связаны не в круговую потому что видно бахрома это значит что просто связали два квадрата с бахромой шили получился такой бог и стиль подушки можно вязать и в круговую тогда не будет бесшовный и без бахромы вот это хороший пример использования белого цвета в качестве основного и дальше к нему уже в компаньоны от полосе к полосе подбираются другие цвета и даже если вам кажется что например у вас зеленый синий оранжевый возможно как-то не близко сочетаются то если вы берете к ним один основной в данном случае белый то сразу рисунок собирается воедино и смотрится очень красиво вот здесь много вафельных узоров используем вафельных это когда много столбиков с накидом это создает придает полотну такой вот рельеф и конечно очень красивые рисунки получаются на примерах которые приведены в книге вот стрелочками показаны узоры которые есть в книге чтобы вы могли их если они вам понравятся чтобы могли их тут же применить в своей работе вот посмотрите какая красота очень много орнаментов вам как я все время говорю этой книге хватит на годы вперед потому что и применить эти орнаменты можно по-разному и разном цвете и в разных техниках и сочетать по-разному поэтому тут большая будет у вас творческая работа вот геометрический пэтчворк это пожалуй один из самых сложных орнаментов на первый взгляд хотя он просто составной да то есть это длинный широкий раппорт который состоит из четырех разных рисунков в итоге вы можете составить плед который будет таки из таких вот как бы квадратиков состоят такой имитация пэтчворка вот тоже хороший пример автор работы наталья козельская здесь наталья не было лень шить то есть наталья связала как раз несколько квадратов дальше их шила квадраты большие связаны в технике центровой мозаики и получился очень красивый плед он как раз иллюстрирует главу схемы для центрового вязания центровое вязание как можно понять из названия она идет от центра это значит что нить не обрывается а просто цвета перекрещиваются от ряда к ряду тут можно играть секционно окрашенной пряжей как вот в этом примере можно вязать двухцветные ну и конечно квадрат как я уже говорила универсальная вещь потому что из квадрата может получиться любой предмет от ковра и пледа до подушки чехла в общем чего вам захочется вот как раз я вам говорил про бордюр в данном случае бордюр пущен по периметру что придает например этой будущей подушки такой законченный вид интересный такая вот вариация оптическая иллюзия вафельные узоры вот этот узор я его называла гирлянда потому что он по-разному играет зависимости от подобранных вами цветов я даже проводил эксперимент у себя в инстаграме выкладывал два разных квадрата связанных как то есть они выглядели по-разному на самом деле это была одна и та же схема просто я разные толщины сделала эти полоски и это дает удивительный эффект действительно имеет смысл попробовать крестики нолики которые я до этого давала в прямом вязании вот смотрите как интересно ложатся в центровой мозаики я сейчас вижу именно в этой схеме большой квадратный плед из дундуги дундуга как вы знаете обладает чудесными свойствами вот переходом цветов поэтому мозаика с таким переходом смотрится очень красиво как только довяжу покажу арабский цветок ромб в квадратах греческий здесь видите вот эти бордюры я сделала как бы основным рисунком бордюры сами собой составляют основное полотно их просто здесь много вот один бордюр 2 3 получается вот такая вот красивая штука конечно пирамиды из центра вафельные квадраты здесь я хотела вам продемонстрировать во первых сам узор вафельные очень красивый и плюс еще если он выполнен на секционно окрашенной пряжи с однотонным компаньоном получается отличный эффект очень красивый вообще секционно окрашенной пряжи в заиграл новыми красками абсолютно открылась у нее второе дыхание поэтому я вам рекомендую все свои запасы по секционно окрашенной пряжи достать потому что они пригодятся и можно пустить их в дело будет с удовольствием расходящийся ромб так и дальше у нас идет глава практику в практику мы я хотела вам и собственно и дала несколько готовых уже решений чтобы вы смогли применить полученные знания но естественно самый нескучный в мире плед с которого все и началось плед с бахромой вот я вам показываю несколько вариантов как я его вязала ключевые технические моменты все а дальше я вам даю эскизы готовых пледов потому что я прочитала в некоторых комментариях что так много орнаментов что сложно их самим подобрать кажется хочется все сразу попробовать поэтому для такого первого шага я вам дала несколько подсказок возможно вам будет удобно сразу ими воспользоваться естественно это подойдет и для пледа и для ковра будет очень красиво то есть вот здесь просто бордюры и внутри например один орнамент вот такой вот простая геометрия или тоже простой бордюр и внутри пирамиды ромбы пожалуйста большие уже с другим бордюром ромбы уже похитрее здесь уже если вам хочется все-таки перемежать полосками то вот я вам показываю то есть это это не то чтобы моя рекомендация просто я хотела вам нарисовать чтобы вы посмотрели как это визуально будет выглядеть возможно вам захочется например вот этот орнамент оставить а здесь нарисовать какой-то другой или выбрать другой бордюр просто наглядно она всегда понятнее вот это мне очень нравится жалко времени сейчас не хватает вот такой я бы точно связала вафельный вариант видите он уже дает прекрасный оптический эффект такой 3d здесь потребуется чуть больше пряжи про расход пряжек сейчас сейчас еще расскажу здесь потребуется чуть больше пряжи просто за счет того что много столбиков с накидом которые естественно будут пряжу тратить оптическая иллюзия вообще мозаики очень хорошо смотрятся все вот эти оптические штуки оптические орнаменты поэтому здесь я вам предлагаю как раз бордюр фивы и вот сам орнамент вот этот оптический и в инстаграме по хэштегу вяжем плед спуф people или нескучный плед и еще второй хэштег там можно посмотреть пример такого пледа вязали вот еще один вариант здесь бельгийские вафли использованные бантики вот бантики бельгийские вафли тоже получится очень красиво ну и еще варианты работ чтобы вас мотивировать чтобы вы убедились что это все подвластно абсолютно что если эти прекрасные люди связали такую красоту то и вы тоже сможете безусловно вот здесь очень красивое сочетание цветов дальше в практикуме у нас подушка как подбираем схему как мы ее укладываем как уложить орнамент в нужный нам размер на примере вот подушки геометрической подушки ступеньки чехол для планшета то здесь как раз я рассказываю как применить технику кругового мозаичного вязания конкретно вот к чехлу как тоже уложить орнамент снуд не смогла пройти мимо снуда потому что очень уж он мне нравится больше всего тем что он бесшовный то есть мозаика позволяет вообще не соединять в круговую то есть но соединять но не не делать соединительную эту петлю поэтому нет шва ну и центровое на примере подушки конверта который я складываю вот здесь как раз я показываю как она выглядит с обратной стороны подушка вихрь ну и важная очень глава называется мне только спросить в этой главе есть также qr-коды и ссылки на полезные каналы и чаты что здесь есть во первых здесь есть мой сайт вы можете всегда перейти на мой сайт задать мне любой вопрос через форму обратной связи посмотреть что там есть там есть много бесплатных разных мастер-классов и уроков но главное это обратная связь вы можете там написать мне письмо я его получу и мы сможем с вами общаться можете задать любой вопрос кроме того здесь есть ссылка на мой инстаграм где я обычно объявляю о всех курсах о всех совместных вязаниях о всех чатах обо всем обо всем поэтому имеет смысл подписаться чтобы не пропустить что-то важное кроме того здесь есть ссылка на мой канал в ютюбе на котором мы сейчас с вами находимся здесь есть уроки по мозаичному вязанию с нуля я их специально сняла и выложила для тех кому нужно какие-то моменты уточнить поэтому там уже пять уроков вы можете посмотреть все и опять же в комментариях задать вопросы и кроме того здесь есть мой канал в telegram это моя копилка в которой я складываю всякие интересные штуки вам тоже может быть полезно что еще приятного вязания друзья я надеюсь что эта книга действительно станет вам полезной я буду рада услышать ваши отзывы но больше всего конечно я буду рада увидеть ваши работы поэтому вяжите выкладывайте фото ваших процессов вступайте в чат и подписывайтесь и до новых книг подписывайтесь и до новых книг подписывайтесь и до новых книг Продолжение следует...